друзья всем привет с вами виктория сегодня готовим тирамису итальянский десерт без выпечки готовится он довольно просто и быстро понадобится небольшое количество ингредиентов я немного изменила крем немного его облегчила в описании под видео вы найдете полное количество всех ингредиентов кофе и рекомендую сварить заранее чтобы она успела слегка остыть 4 яйца разделим на желтки и белки в белки добавляем щепотку соли и примерно половину сахара и взбиваем миксером в белую пышную массу до устойчивых пиков как проверить достаточно ли мы взбили можно вот так аккуратно перевернуть формочку если белки остаются внутри значит они достаточно взбиты пока отставляем их сторонку и желтки добавляем оставшийся сахар и тоже взбиваем миксером до побеления можно просто перетереть венчиком желтки добавляем маскарпоне у меня 250 грамм и 250 грамм сыра рикотта как я уже сказала у меня облегченный вариант тирамису поэтому половину порции маскарпоне я заменила на сыр рикотта чем можно заменить сыр рикотта можно его заменить обычным творогом и на низких оборотах перемешиваю все миксером до однородного состояния если вместо сыра рикотта вы будете использовать творог то хорошо его перетрите либо перебейте погружным блендером и аккуратно соединяем обе массы добавляем взбитые белки в крем перемешивать нужно либо деревянной лопаткой либо силиконовой не миксером чтобы белки не осели кстати тирамису раньше готовили бедные из остатков сухих бисквитов либо из остатков сухого печенья если кому-то интересно то вот это такая предыстория этого десерта теперь же его можно готовить также с разными добавками с фруктами существует много разных рецептов на моем канале тоже есть различные рецепты тирамису ссылочки я вам оставлю в описании под видео заходите смотрите подписывайтесь сахар в этом десерте тоже можно регулировать по вкусу можно добавить намного меньше а можно заменить подсластителем консистенция крема должна получиться примерно вот такая пышная и однородная все готово собираем наш десерт я буду собирать вот в такой формочки но можно использовать любую даже пластиковую форму или вот такие порционные контейнеры баночки стаканы или креманки для удобства кофе переливаем в более плоскую тарелку печенье савоярди обмакиваем в кофе с двух сторон делаем это быстро иначе печенье у вас размякнет напомню что кофе уже должен быть остывший и перекладываем формочку там где печенье не помещается полностью вот у меня здесь месяца примерно третья часть печенья отрезаем и выкладываем нужно чтобы дно было полностью уложено сверху выкладываем часть крема примерно половину крема аккуратно разравниваем и продолжаем выкладываем следующий слой печенья обмакиваем его в кофе и выкладываем оставшийся крем аккуратно разравниваем накрываем десерт пищевой пленкой и убираем настояться в холодильник на несколько часов хотя бы на пару часов чтобы бисквит у нас хорошо пропитался тирамису у меня простоял в холодильнике два часа убираем пищевую пленку и присыпаю небольшим количеством какао какао берите не сладкий хорошего качества темный если вдруг вы не любите какао то можно присыпать натертым шоколадом ну и давайте поскорее отрежем кусочек и попробуем или только посмотрите какое чудо получилось я уже немного попробовала получается обалденно вкусно и совсем не помеха совсем не чувствуется обязательно попробуйте приготовить тирамису по этому рецепту всем желаю приятного аппетита готовьте с удовольствием пишите мне ваши комментарии желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с вами была виктория